день добрый с вами смирнова ирина и сегодня мы будем устанавливать на свой блог вот так называемый взрывной виджет для захвата внимания пользователя который дешевле чем одна чашка кофе сервис который предоставляет этот виджет называется callback киллер callback это обратный звонок киллер мы привыкли переводить как убийца но в данном случае я думаю попадание в цель здесь надо перевести именно так это слово то есть обратный звонок попадающий в цель это виджеты для маркетинга и продаж что это за виджеты такие давайте посмотрим ну во первых зачем нужен этот виджет для увеличения продаж для привлечения внимания к статье на блоге это то что нас больше всего интересует распродажа остатков товара со склада и так далее я вот адрес этой страничке вам дала в своей статье вы просто пройдете по этой ссылке и попадете на эту страницу более внимательные и изучить тарифы тарифы на тот виджет который мы с вами сейчас будем устанавливать у этого виджета есть тестовый период использования 7 дней полностью со всеми функциями и есть плата 90 рублей в месяц это действительно дешевле например чем одна чашка кофе на автозаправке но если вы будете платить сразу же за год то эта цена в месяц уменьшается на 50 процентов и тогда будет у вас стоить один месяц 45 рублей что из себя представлять будет данный виджет это такой виджет который будет всплывать при заходе вашего посетителя на сайт в левой части или правой части вашего сайта где робот карандаш будет писать ваше предложение и давать ссылку на на ту страничку подписную или на ту на статью блога которую вы хотели чтобы ваш посетитель прочитал у посетителя создается ощущение что вы конкретно прямо вот именно к нему индивидуально обращает это такое приятное такое обращение мы сейчас с вами будем настраивать так чтобы не надоедать своему посетителю я не буду дальше показывать вам страничку это мы сразу переходим с вами к настройкам и так после того как вы зарегистрируетесь на этом сайте вас больше всего будет интересовать вот эта опция которая называется сайта здесь вам понадобится первое что сделать это ввести доменное имя своего сайта и у вас появится такая страница где вам нужно будет в поле ввести свой домен с которым вы будете работать я уже это сделала работать я буду со своим доменом altacademic.ru следующим этапом после введения домена вам покажут все абсолютно виджеты которыми обладает данный сервис всего этих виджетов пять виджет обратного звонка онлайн чат генераторы клиентов стадный инстинкт купить кредит это дополнительная опция вот посмотрите все эти виджеты они практически хороши для больших компаний для таких блогеров-одиночек самый оптимальный вариант это виджет захватчик клиентов вот тот о котором мы сейчас с вами говорили каждый виджет имеет свою цену вот эти виджеты они достаточно дорогие а захватчик клиентов мы уже поговорили с вами сколько он стоит и так добавляем этот виджет на свой сайт давайте полностью пройдем всю дорогу работы с ним кликаем вот на эту кнопочку добавить захватчик клиентов и попадаем в настройки всего у нас четыре шага с вами это основные настройки поведения которые мы будем настраивать сам код виджета и интеграция вашего виджета с данным ресурсом название здесь мы вводим с вами название которое не увидит ваш посетитель это название будет только для вас чтобы вы знали с каким виджетом его в данный момент работают дальше вы можете загрузить фотографию нажав вот на эту кнопку выбирайте изображение формате jpeg и png я вам советую выбрать собственное изображение вот оно это изображение здесь старайтесь его немножечко увеличить у вас есть такая возможность чтобы выглядели вы хорошо и так пишем сохранить и посмотрите у меня уже появилась здесь собственное мое изображение здесь мы пишем но в данном случае мы говорим о своем блоге поэтому пишем свое имя вот она здесь уже прописанность смирнова ирина приветствую обычно пишу добрый день добрый день и мой вам совет не пишите свое предложение очень большим не любят посетители читать большие предложения я это уже опробовал на своем сайте сделала определенные выводы ну и еще один вывод который я сделала вот ребята которые создавали этот сервис и которые создавали эти виджеты они отработали очень большую статистику и я решила что лучше всего оставить тот текст который предложили они и оказалось что этот текст действительно лучше всего работает посмотрите все очень коротко и понятно у меня для вас есть специальное предложение успейте воспользоваться и и чтобы узнать подробнее нажмите на пусть я оставляю весь этот текст который здесь есть обратите внимание что насколько хорош виджет тем что даже здесь робот пишет что это именно ирина смирнова печатает они кто-нибудь другой то есть это такое конкретное ваше обращение к вашему посетителю теперь давайте посмотрим куда эта ссылка у нас может с вами вести здесь у нас может быть конкретно ссылка и мы будем ее вводить сюда здесь может быть переход на выполнение джаваскрипта и тогда вам сюда вот в это поле надо будет вести какой-то определенный джаваскрипт куда вы собственно говоря хотите отправить своего посетителя или вам нужно будет открыть какой-то сторонний виджет здесь есть взаимосвязь с различными виджетами ведь его даже java сайт здесь есть и так далее я думаю что оптимальный вариант для нас с вами это переход по ссылке тем более тема моей статьи это как привлечь внимание к своей рассылке на своем блоге итак мы будем открывать эту ссылку обязательно в новом окне и вводим в окно ссылки ту ссылку которая ведет на вашу подписную страничку вот эту подписную страничку по seo настройке мы с вами создавали на вместе создавали в статьях по конструктору викс теперь я просто взяла отсюда ссылку и ввожу эту ссылку вот в это поле пишу добавить и вот теперь я вижу где у меня будет отображаться мой виджет на сайте вот здесь представлен мой сайт видите и здесь показано что вот он будет вот такой серенький с моим портретом и вот так вот будет выглядеть теперь давайте перейдем ко второй части основных настроек это внешний вид нашего с вами захватчик но обратите внимание что вы здесь вот вы можете добавить еще один виджет добавление его идет точно так же только вы можете его нас на какую-то другую страничку голосовое приветствие при звонке захватчика я не буду делать я выбираю внешний вид своего захватчика здесь я могу изменить цвет фона кликнув вот сюда давайте я попробую его перевести вот на такой вот яркий фиолетовый фон беру вот эту кнопочку начинаю передвигать и видите вот я вижу тот цвет который будет у моего виджета оставляю фиолетовым цвет текста оставляю белым на планшетах вы можете это скрыть ссылки можете оставить и вот я вижу как будет выглядеть будет ли сочетаться внешний вид моего виджета с моим сайтом ну пусть он будет вот такой яркий пока оставляем такой как он есть спускаемся вниз и кликаем сохранить и продолжить переходим ко второму шагу создания нашего виджета загрузка виджета будет у нас по определенным условиям или всегда без всяких условий вот если она будет у вас всегда то это будет то же самое что если у вас будет висеть баннер постоянно на вашем сайте он будет раздражать человека и очень быстро будет закрываться и вполне вероятно что часть людей просто уйдет от вас поэтому давайте мы сделаем по определенным условиям что это за условия открываем вот здесь и выясняем мы можем пометить адрес страницы ютем метка мы можем выбрать какой-то регион мы можем выбрать определенный день недели мы можем выбрать адрес входа и так далее количество посещений то здесь выбор очень большой условий мол вы можете добавлять несколько я в данном случае выбираю адрес страницы второе поле есть мы введем вот сюда какой-то адрес если этот адрес будет содержаться в страницах то тогда на каждой странице где будет содержаться этот адрес этот виджет будет отображаться вот если я сейчас возьму и напишу здесь свой адрес своего сайта и в данном случае оставлю содержит то каждая страничка моего сайта при открытии любой страничке моего сайта будет открываться данный виджет но я хочу ввести сюда условия если этот адрес будет под условием равно что значит равно а это значит что мой виджет будет открываться только на главной странице моего сайта вот в этом случае тогда виджет не будет надоедать моему посетителю я могу добавить еще дополнительные условия могу добавить группу условий но пока я оставляю только одно условие я делаю звуковое оповещение будет при показе виджета будет воспроизводиться звук выполнен выполнить целевое действие при клике на захватчик то есть в данном случае если человек кликнет не только ссылку а просто кликнет на виджет то тогда он перейдет на уже эту страничку которую вы ему предлагаете я так и оставлю показывать при входе по поведенческим факторам сразу после выхода с задержкой или после прокрутки я выбираю после прокрутки почему потому что это у меня главная страница но делаю очень небольшой процент прокрутки то есть вот 10 процентов прокрутки будет и начинается показ моего виджета оставляю так повторный показ после взаимодействия то есть если человек уже заполнил я пишу здесь 0 то есть человек не должен больше получать этот захватчик не нужно чтобы мы это показывали да но после показа и без взаимодействия я пишу здесь 3 дня не надо опять же настаивать пусть человек отдохнет от назойливости этого виджета считать показом когда напечатаны все сообщения или когда появился выбираем когда появится проверяем все ли мы заполнили и пишем сохранить и продолжить переходим к третьему шагу это у меня захватчик уже код установлен поэтому я не буду его устанавливать я просто покажу вам этот код вот он этот код видите вот в таком виде он у вас будет начиная с линка и кончая тегом закрытия скрипта я покажу вам где мы его устанавливаем видите он закрывается перед закрывающим тегом body захожу вот сюда редактировать темы это внешний вид редактор я выбрала в данном случае подвал потому что здесь лучше всего отображен тег body вот он закрывающий тег body и вот тот код который мне предложили установить все у меня все сделано чтобы скопировать код вам достаточно просто нажать вот на эту кнопку копировать код мы все сделали пишу сохранить и продолжить и выхожу в интеграцию интеграция это интеграция с такими ресурсами как яндекс метрика google аналитик интеграция с google текст менеджер и рейтингом евро если вы повнимательнее почитаете как это устанавливается делается все очень просто я сейчас показывать этого не буду и так а теперь давайте попробуем открыть мой сайт и посмотреть появится ли этот виджет на моем сайте на главной странице вот видите появился значок появился виджет с левой стороны вот он такой фиолетовый все здесь посмотрите расписано давайте попробуем кликнуть по виджету и мы видим что попадаем на страницу подписки на рассылку seo настройки блога ну что ж надеюсь что все было понятно советую использовать вам этот виджет на своем сайте для пополнения своей базы подписчиков всего доброго с вами была смирнова ирина до новых встреч если вам понравилось видео поделитесь со своими друзьями я буду вам очень благодарна